Химия-2022 Международный химический форум Его основной темой станет Перспективы российской химической промышленности Новые вызовы и возможности На выставке работает наш специальный корреспондент Михаил Волков Миша, так все-таки какие новинки химпрома представлены в этом году? Александр, привет! Химическая отрасль является базовой для развития страны Например, 1 рубль, вложенный в химическое производство Добавляет 5 рублей в ВВП в смежных отраслях Напомню, ранее президент Владимир Путин Поставил задачу увеличить объемы производства товаров Бытовой химии, растворителей, химических реактивов Катализаторов и многих других продуктов на 30% А химикатов для производства полимеров на 70% Срок выполнения обеих задач 2025 год К решению подключились не только бизнес, но и законодатели Так, недавно при Госдуме был создан экспертный совет По развитию химической промышленности В него вошли в том числе ученые и общественники Каких успехов наши химики добились в период действия антироссийских санкций Можно видеть на выставке в экспоцентре Один из стендов, где наглядно и масштабно представлено оборудование Для химической отрасли нашей страны Заняла столичная компания Сейчас она принимает активное участие в модернизации Завода по производству антибиотиков в Саранске Там будут установлены стеклянные реакторы Локализация этого вида оборудования достигает 90% Стоимость в стандартной комплектации от 3 миллионов рублей Что в два раза дешевле европейских аналогов Основное наше преимущество в том, что помимо того, что данное оборудование Оно еще и сильно дешевле, чем аналоги европейские, американские Оно производится практически уже полностью на территории Российской Федерации И оно может быть сделано конкретно под задачи клиента То есть мы исходим от задачи, от нужного результата И под это подбираем и стекло, и электронику, и обвязку, и другие компоненты И, соответственно, можем в итоге выдать такой продукт Который будет стоять в нужном месте, решать все проблемы заказчика После ухода с нашего рынка ряда европейских компаний Отечественная химическая отрасль столкнулась с нехваткой основных компонентов Однако теперь, например, высокочистые аналитические реакторы Для проведения лабораторных испытаний в области нефтехимии, фармацевтики и агрохимии Начали выпускать и в России, в частности в Санкт-Петербурге Продукция из северной столицы на порядок дешевле иностранной И хотя компания еще мало известна и заказов немного Питерские химики готовы ответить на растущий спрос отрасли И увеличить объем выпускаемой продукции в течение четырех месяцев Мы привезли высокочистые аналитические реактивы Для обеспечения работы различных химико-аналитических приборов Для высокоэффективной жидкостной хроматографии Для газовой хроматографии, для масс-спектрометрии Данные реактивы делаются по общепринятым европейским стандартам Собственно, по спецификации ничем не уступают импортным продуктам И на сегодняшний день мы уже разработали порядка восьми разных Особо чистых химических реактивов Которые готовы уже представить на российском рынке в совсем ближайшее время Тектонические изменения, которые сейчас происходят в российской экономике Для некоторых предприятий обернулись расширением клиентской базы И, как следствие, выгодными контрактами Так, вологодские машиностроители нарастили производство полностью автоматизированных складов В химической промышленности они сейчас очень востребованы Логистика отгрузки минеральных удобрений и других химических сыпучих продуктов Стала импульсной И для этого некоторые компании расконсервируют свои старые склады для насыпных грузов И для этого необходимы данные нашей машины У нас разработано 14 типов оборудования для разных форм, габаритов, технологий Для карбамида, аммиачной селитры, сульфата аммония Кроме того, здесь на выставке сегодня присутствует компания Чьи заводы по производству специализированной химии и модификационные центры Располагаются во всех крупных субъектах России Отмечу, спецхимия – это неотъемлемая часть любого современного производства Не случайно стенд компании посетил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов После чего во втором павильоне экспоцентра состоялась торжественная церемония открытия Международного химического форума Кстати, мне удалось задать несколько вопросов представителю Минпромторга Михаилу Иванову Давайте послушаем, что именно он мне рассказал Михаил Игоревич, сейчас смежные отрасли химической промышленности испытывают сложности с закупкой самой продукции И во многом зависят от импорта Расскажите, как Минпромторг видит решение этой проблемы? Во-первых, мы вместе с компаниями проводили работу и во многих направлениях Она уже в принципе близка к завершению по перенастройке логистических цепочек, поставок сырья и компонентов В первую очередь с ориентацией на российские возможности и на возможности российских компаний А также компаний из дружных нам стран Кроме того, мы провели большую работу В ближайшие дни здесь, на полях этой выставки мы расскажем о ее результатах Которые связаны с выстраиванием базовых цепочек от базового сырья до полуфабрикатов И конечных продуктов химии и малотоннажной и тонкой химии Мы на сегодняшний момент сформировали порядка 20 таких магистральных направлений Которые как раз закроют сырьевой вопрос по выпуску тех компонентов Которые нужны для продуктов высших переделов И мы считаем, что их реализация должна стать якорным направлением поддержки отрасли в ближайшее время А дефицит какой продукции сегодня испытывается на рынке в связи с санкционным давлением? Порядка 600 химических продуктов В шестом, седьмом, восьмом пакете санкций так или иначе попали под ограничение Либо импорта в Российскую Федерацию, либо экспорта в европейские страны И мы все эти позиции идентифицировали вместе с отраслевым сообществом, с наукой Сейчас оцениваем, где мы уже можем сегодня предоставить конкурентоспособные аналоги отечественного производства И какие направления нам нужно дополнительно реализовывать Здесь речь как раз и идет о тех 20 фундаментальных магистральных направлениях развития базовых цепочек Химических продуктов, которыми мы будем заниматься в среднесрочной перспективе Речь идет, например, и про изоцианаты, которые используются при производстве, например, клеев Или про высшие жирные кислоты, которые используются при производстве бытовой химии Саша, и в конце хочу добавить немного цифр, которые говорят о том, что указ президента о развитии химической промышленности до 2025 года Скорее всего будет выполнен Так, по данным Минпромторга, объем выпускаемой химической продукции в стране за год вырос на треть, а экспорт на 40% Саша Спасибо, Миша О выставке «Химия-2022» рассказал наш специальный корреспондент Михаил Волков Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова